Деталь 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 Неб inherently Прошли Деталь Деталь Скоро Сбросили Нить Я думаю, что прямое полотно без каких-либо отделок или каких-то нюансов вы можете провязать и без меня, не показывая вам, как это выглядит на взяленной машинке. Но еще расскажу, что любую бросовую нить, если мы не сейчас же будем обрабатывать открытые петли, нужно закрывать. Я закрыла точно так же, как делала с деталями прошлой части. Я пропустила через открытые петли рабочую нить при помощи кромусла. Вы можете закрывать, как вам угодно, потому что, когда мы с вами будем оформлять это все, открытые петли могут распуститься. И нам, помимо того, что обрабатывать наше платье, придется еще петли ловить. Итак, связали полотно. У меня оно четко соответствует заявленным размерам 23х70. Открытые петли с двух сторон. Полотно я подпарила, чтобы оно имело вид более-менее презентабельный, а не свернулось руликом. В принципе, если оно у вас сворачивается руликом, и вы не хотите его отпаривать, это не страшно, потому что, когда мы обработаем края, они все равно встанут на место. Ничего, загибаться не будет, у нас будет обработан каждый край. Итак, задача третьей части марафона «Ципочка» провязать прямое полотно. Присылайте фотографию выполненного задания. И домашнее задание третьей части марафона «Ципочка» считается выполненным. Присывайте фотографию выполненным. Присывайте фотографию foulal. Продолжение следует...